ну что снова всем привет что сегодня хочу рассказать сегодня я хочу рассказать вернее снова уже поговорить о динамометрических отвертках если вы наблюдаете за каналом вы видели что я снимал уже видео ролик динамометрические отвертки вера которую я взял для сборки электрощитов для того чтобы все клеммы закручивать в соответствии с которыми устанавливает производитель пример в профсерии серии с автоматов это 2 и 8 ньютон-метр у хагера это вроде тоже около 2 8 и 3 но я на хагере редко работу вот в бытовой например серии это два принципе вот этой отвертки мне в принципе достаточно хватало единственное это просто отвертка с битодержателем и биты вы сюда вставляете те которые вам нужно и с одной стороны это в принципе плюс а с другой стороны вот у меня увы были отвертки вот такие как раз со специальным шлицом комбинируемым плюс минус данная еще пока не сломалась большая а квтшная такая же со шлицом единичка и вот это веровская с единичкой уже полностью отломались также у меня есть отдельно специальная бита также комбинированная как раз я использую в этой динамометрической отвертки но это также второе значение а есть те места примем в кросс модулях или в шинках нулевых там удобнее работать первым значением и у меня его не было и в общем то можно сказать данный набор я приобрел достаточно спонтанно и хочу сейчас о нем рассказать показать и в общем то наверное сравнить набор этот шток и давайте посмотрим что внутри это не unpacking не распаковка просто покажу здесь сразу чехол идет и внутри у нас идет сам держатель динамометрический и несколько несколько разных жал здесь есть плоский шлиц 4 5,5 и 6,5 ph 1 и ph 2 и комбинированный шлиц 1 и 2 как раз то что нам нужно принципе решение на мой взгляд во-первых если брать чисто отдельно это хорошее решение потому что вы сразу убиваете двух зайцев и большой плюс данного набора в том что здесь значение степени затяжки от 1 до 5 от 1 до 5 в отличие от например вот этой веровской где значение от 1 и 2 по моему до 3 то есть здесь более широкий спектр и опять же вы сразу получаете несколько готовых жал которые вам могут пригодиться с учетом того что большинство оборудования в этот номинал укладывается 1 2 и 3 большому счету этот набор был особо не нужен но опять же у меня есть мастерская где собираю электрощиты а есть условно выезда они не так часто но они случаются и у меня многие инструмент задублирован потому что я все-таки хочу что в мастерской был свой инструмент а другой инструмент который можно было брать с собой это другой инструмент плюс опять же иногда я работаю не один и вдвоем намного удобней если мы все-таки работаем вместе чтобы инструмент не путался его задублировать помимо этого то что этот набор можно забрать с собой он пока чисто это все понятно он достаточно новый тем не менее я хочу с вами поделиться неким уже опытом который есть в общем и целом на самом деле все эти отвертки такого отверточного типа они достаточно удобны до затяжки я не знаю там ну да условно двух ньютон метр в принципе и 2 конечно и 34 ими можно крутить но у той же самой вера например присутствует отвертка динамометрическая с г-образной рукояткой и когда тому вам две три клемму нужно закрутить такое это нормально но когда у вас целый щит и клемм 50 нужно закрутить то такое то становится уже на самом деле сильно неудобно и рука начинает болеть г-образная в этом плане было бы лучше что касается конкретно этого набора здесь регулировка как я сказал от 1 до 5 ньютон метр но на самом деле вот что мне здесь не понравился во первых здесь в инструкции написано что на гайке нанесены риски со значением 002 то есть получается когда у нас вот здесь я покажу крупно 0 1 2 3 4 и 0 то есть до 5 получается что у нас каждая мелкая риска это 002 в единице у нас должен быть 01 ньютон метр а в пяти у нас должен быть 0 5 ньютон метра соответственно два оборота это один ньютон метр но если все правильно конечно посчитал но когда мы начинаем действительно это все крутить как надо у нас получается что два оборота вот мы выставляем по риске здесь желтая риска есть и мы выставляем например по ней единицу вот мы вставляем единицу и например начинаем вращать у нас Раз. И два оборота. И два оборота, по идее, нас должны привести к двум. Еще два оборота. У нас должно быть три. Еще два оборота. И у нас должно быть четыре. Еще два оборота. Слушайте, интересно. Действительно так оно и есть. Что-то я попутал. Видимо, неправильно посчитал эти 0.2 в прошлый раз. Так что, в принципе, это все работает. Но вот что мне не очень здесь понравилось изначально, так это то, что мы полностью скрутили. И теперь хотим, например, поставить три. Три ньютон-метра. Это у нас получается шесть оборотов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И у нас должно быть три. Правильно? Ну, по идее, так оно и должно быть. Но если посмотреть внимательно, и я это сейчас на камере покажу, вот эта линия желтенькая, которая нам показывает значение выбранное, она как будто немного не откалиброванная и показывает чуть ниже, чем три. Хотя у нас здесь стоит ноль на гайке. То есть вот этот момент не очень мне понравился. То, что вот этой точности, то есть вроде хочешь три поставить, но для того, чтобы поставить три пометки желтой внутри окошка, это у нас получается на гайке между двумя и тремя. То есть неточность вот эта, она тут наблюдается. Опять же, может это конструктивно заложенный такой момент, а может быть и какой-то небольшой минус. Также эта отвертка сама диэлектрическая. То есть под напряжением до 1000 вольт можно, в отличие от данной модели. Тем не менее, здесь всё-таки мне больше нравится регулировка. Она здесь очень точная. Здесь на металлической части нанесены метки. И стоит на пластиковой ответной части треугольничек-указатель. И здесь всё вплоть до 1,0-1 ньютон-метра. Очень удобно выбирать значение. Но опять же, возвращаясь к этой отвертке, плюсом, естественно, получается то, что у вас сразу идут жалы. Самые разные, которые только могут понадобиться, в принципе, в работе. Ну, естественно, это не 20 вариантов, но в счетах вот этого набора более чем достаточно. Ну и самый, конечно же, большой и очевидный плюс данного набора, это первое, что это именно набор, а не просто сама рукоятка динамометрическая. Ну и, конечно же, цена. С учётом того, что это стоит на данный момент около 7000 рублей, то набор, просто за рукоятку, то набор целый со всеми этими жалами за 5000 рублей, насколько я помню, его сейчас можно приобрести. Это, конечно, неоспоримое преимущество данного набора. В принципе, всё, что хотел сказать, я им собрал два щита, пока немного. То есть, им полностью все прокрутил клеммы. Большая комбинированная у нас отвертка. Выбираем, во-первых, значение. У нас на автоматах оно должно быть 2 ньютон-метра. Кстати, сейчас сравним. У нас должно быть, вот, по шкале выбрали 2. Вставляем. Во-первых, открутим сейчас. Вставили. Всё. Вот он, 2 ньютон-метра. И сравним, кстати говоря, с этим. Выставим здесь тоже ровно 2. Но я показывать крупно это не буду. Надеюсь, вы мне доверяете в этом плане. Если не доверяете, то ваше право. Мне пофиг. Вот, выставил ровно 2. Вставляем биту. И пробуем ей точно так же закрутить. И я просто внимательно смотрю, будет ли проворот. Нет. Проворота ровно так же нет. И проверим обратно. Открутили. Теперь закручиваем. Вот у нас двойка. Блин, двойка относительно 2,8 настолько просто закручивается. Вставляем здесь двойку. И это точно так же не прокручивается. То есть, грубо говоря, калибровка. Понятное дело, что у меня нет специального инструмента для проверки. Но, грубо говоря, так на глаз всё работает. И вот смотрите, сравните, кстати, разницу двойки. Вот я тремя пальцами там условно держу. Нет, тремя не получается. Четырьмя. И теперь 2,8. Теперь 2,8. 2,8. Это оборудование, которое у нас закручивается на клеммы автоматов S-серии. И Hager, по-моему, тоже. Вот. Ну всё. Я вот так вот уже всё не могу. То есть, реально невозможно. То есть, нужно браться вот так. И вот так вот она прокручивается. Это так. Немножко в сторону я отошёл. Так что вот такой вот небольшой обзорчик и сравнение у нас вышел. Здесь есть небольшой этот минус, который с неточностью шкалы, на мой взгляд, и в соответствии с гайкой. Но в остальном этот набор действительно хороший. Мне кажется, для начала, для старта, или не для старта, а для улучшения своего производства, вполне можно себе приобрести и позволить за такую цену целый набор. По-моему, отличное решение. Теперь у меня этих 2 набора. И этот, в принципе, тоже пригодится, потому что не всегда удобно использовать одну динамику с разными значениями. В данном случае, например, в кросс-модулях нужно вообще выставлять 3 ньютон-метра. По паспорту так написано, что усилие затяжки должно быть 3 ньютон-метра. И, условно, можно на одной поставить 2 или 2,8 в зависимости от автомата. На другой можно поставить, соответственно, 3 и крутить. Ну, это, опять же, уже кто как хочет, кто как любит, кому как больше нравится. В принципе, все, что хотел сказать на данный момент. Если вам нужен электрощит, ну как же не прорекламировать свои услуги. Если вам нужен электрощит, если вы строите дом, если вы делаете ремонт в квартире, и вам нужен качественный, хороший электрощит, который вам будет лет 40-50 работать, им будет удобно пользоваться, спроектируем, закупим по скидкам и соберем вам электрощит. В принципе, все. Берегите себя, своих близких и свою жизнь. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok